МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лето. Время отдыхать или зарабатывать. Альма-Матер узнала, какие вакансии ждут молодых людей во время каникул. Чудодейственный массаж. Наш эксперимент довел студентов до мурашек и заставил выдать секреты успешной сессии. Зачем, получив диплом, выпускники продолжают учиться? И кто такой современный магистрант? Об этом не только в сегодняшнем выпуске Альма-Матер. Недосып, недоедание и агрессия – диагноз неутешительный. У вас скоро сессия. Ну а мы, пожалуй, немного отличим вас от книжек и конспектов и поговорим о предстоящем лете. Вот у тебя, Лена, какие планы на лето? Хм, ну у меня один план – это хорошенько отдохнуть, выезжать на природу, встречаться с друзьями, купаться, загорать, наслаждаться теплыми денечками и набираться сил. А у тебя что? Ну а я планирую поработать. Нет, отдыхать-то я тоже буду, но позже. Кстати, этим летом у школьников и студентов уйма возможностей потрудиться и получить за это денежку. Некоторые даже смогут совмещать отдых на курорте и работу. Подробнее о летних вакансиях в сюжете. Летние каникулы. Для одних время отдыхать, для других – возможность заработать. Около 10 тысяч молодых людей готов обеспечить летние работы Могилевский областной комитет БРС. Ребятам предлагают устроиться студотряды – строительные, сельскохозяйственные, экологические, педагогические и сервисные. Многие студенты начали трудиться, не дожидаясь лета. Еще в начале мая полтысячи человек приступили к работе в 35 сельскохозяйственных и строительных отрядах в Горецком, Шковском, Бобруйском районах. Молодежная стройка областного значения. У нас по-прежнему остается физкультурно-оздоровительный комплекс в Кустяковичах и в Краснополии. Эти комплексы были начаты еще в прошлом году, студенты там работали. Ну и вот в этом году продолжаем, надеемся, что закончим, чтобы уже окончательно все-таки статус этой молодежной стройки областной выполнить и закончить, уже сдать этот объект. Кроме того, у могилевских студентов есть возможность отправиться на работу в столицу или Минскую область, а также на республиканскую молодежную стройку в Гродненскую область помогать в строительстве атомной электростанции. В БРСМ формируют и выездные отряды. Студенты могут попробовать свои силы на работе в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Республике Коми, Анапе и Туапсе. Так можно убить двух зайцев сразу, дешево отдохнуть на море и заработать копеечку. Естественно, уровень заработка разный. Он разный, зависит от условий труда, от возраста, потому что полный, неполный рабочий день это влияет. Ну, естественно, от видов работ, объемов. Наибольшая традиционная зарплата – это в строительных отрядах. Порядка трех-четырех миллионов рублей. Педагогические отряды – около двух миллионов рублей. Экологические и сервисные немного меньше. Ну и уровень работы, спрос там другой. Порядка четырех тысяч молодых людей уже подали заявки. Сделать это просто. Можно оставить заявку на информационном портале БРСМ, а можно обратиться лично в любой из комитетов в Могилеве или райцентрах. В студотрядах ждут ребят в возрасте от 14 до 31 года. В поисках работы молодые люди обращаются и в областную организацию Лига добровольного труда молодежи. Правда, здесь принимают заявки только от совершеннолетних. До тысячи человек, что сюда обратились, летом смогут совместить работу и отдых на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Среди вакансий – вожатые, воспитатели, официанты, горничные, работники кухни, спасатели и медсестры. Проживание, трехразовое питание и, в принципе, такой удобный график. В основном это так. Два дня работают, два дня отдыхают. Вот за два дня они зарабатывают чистыми, получают на руки 10-11 тысяч России. Желающие заработать хорошо до 30 тысяч российских рублей в месяц могут попробовать свои силы в строительстве автодороги в Подмосковье. В Лигу добровольного труда молодежи обращаются и в поисках круглогодичной работы. Например, студенты-заочники или безработные молодые люди. В начале января к нам пришла женщина. Она пекала парня-сироту. Тот набрал кредиты, у него мобильные телефоны и так далее. Ему нечем рассчитаться. Она пришла, вот отправьте. Я к нему отношения не имею, но в то же время он мой сосед, я его пекаю и так далее. Мы его отправили. Он сейчас вернулся, довольный, он заработал, привез за где-то за три месяца порядка около 160 тысяч российских рублей. Это хорошая сумма для него, для ребенка. Он рассчитается с кредитами и дальше будет уже работать сам на себя. Впрочем, многие студенты выбирают работу на каникулах не только, чтобы накопить деньги, но и приобрести опыт и найти новых друзей. Ну а сейчас пришло время проверить вас на сообразительность. У всех экзамены об альмаматор контрольный, а точнее новый контрольный вопрос. По сути, ответить на него должен каждый школьник. Посмотрим, справитесь ли вы. Слово нашему корреспонденту Вести Смирновой. Альмаматор продолжает испытывать на прочность студенческую смекалку. В этот раз мы попытаемся узнать, что такое Арктика и Антарктика и где эти места находятся. А знаете ли вы, чем отличается Арктика от Антарктики? Может, континент совершенно другой, не знаю. Арктика. Вроде бы, сверху, Антарктика снизу. Не знаю, девушка, не скажу. Ничем, наверное, ничем. Это одно место. Арктика, это вроде южный, Антарктика северный. Холодно, наверное, в Арктике. А в Антарктике? Тоже. А Антарктида что такое? Антарктида, ну это большой, как бы, ледник. Здесь сверху, это север будет, значит, там живут пингвины. А внизу, юг, где живут белые медведи, значит, сверху Арктика, а снизу Антарктика. Что-то из них континент, по-моему, Арктика. А Антарктика, это уже там страна, наверное, внутри континента. Везде холодно, в любом случае. Везде холодно, и в Арктике, и в Антарктике. И в Антарктике. Они в разных географических точках находятся. В каких? Арктика, по-моему, на северном полюсе, а Антарктика на южном. Северный, это арктический полюс, а южный, это антарктический. Антарктика находится в Антарктическом океане, а Арктика, это лейбл такой, я знаю. Хорошо, а Антарктида? По производству нефти. Антарктида? Антарктида, это, скорее всего, один из подразделов Антарктики. Арктика, там находится северный магнитный полюс, Антарктида, там южный магнитный полюс, они двигаются. Как показал наш опрос, студенты географию знают не очень хорошо, поэтому в следующий раз Альма-Матер придумает для вас новый каверзный вопрос. Так что будьте внимательны и интересуйтесь географией. Это слишком маленькая, компьютер в нее не влезет. Это слишком большая. Это вообще какая-то странная. Есть вариант сумки-трансформера, пожалуй, попробую сделать ее. Для сумки на скорую руку нам понадобятся обычная толстовка и ваш любимый ноутбук. Кладем ноутбук в выбранную кофту и заворачиваем по принципу конверта краями внутрь. После с помощью капюшона закрепляем получившийся конверт. Осталось только связать рукава, и сумка готова. Есть у такой сумки-трансформера еще один огромный плюс. С помощью нее можно греться на парах. Свои лайфхаки отправляйте в нашу группу ВКонтакте. Чем ближе сессия, тем ближе студент к сверхчеловеку. Он перестает нуждаться в еде, сне, ну и прочих развлечениях. А стремится лишь к знаниям. А мы предложили студентам минутку релакса. Нет, это не издевка и не шутка. Это наш новый эксперимент. Наш корреспондент довела прохожих до мурашек и узнала их реакцию на чудо-средство для улучшения памяти. В народе эту железяку называют просто мурашкой. Говорят, что с ее помощью можно сделать удивительный студенческий массаж, который улучшает память, особенно в такое тяжелое время, как перед сессией. Сейчас мы это и проверим в нашем эксперименте. Говорят, что перед экзаменом вот такой штукой нужно поделать, и говорят, что улучшается память. Давайте с вами попробуем. Какие у вас ощущения? Приятные. Как думаете, поможет перед экзаменом? Улучшит память? Конечно. Ну, как ваши ощущения? Шикотные. Что вы чувствуете? Шикотные. Ой, как классно. Чувствуете прилив энергии и сил? Спать хочется. Ну-ка, какие у вас ощущения? Интересные. Как думаете, поможет задать сессию? Улучшит память? Даже не знаю. Мне кажется, лучше подготовить материал. Как думаете, поможет перед сессией? Думаю, да. Приятно. Как думаете, поможет задать сессию? Улучшит память? Конечно, да. А чем? Я не знаю, только если энергия из космоса пойдет. Давайте и вам энергии дадим из космоса для сессии. Идет, идет. Как ощущения? Приятные, довольны. Особенно, когда кто-нибудь делает. Как думаете, поможет задать сессию? Да. Думаете, лучше память? Думаю, нет. Нет? Это просто выдумки. Какие у вас ощущения? Никакие, если честно. Никакие? А как думаете, она поможет задать сессию? Улучшит память? Нет, думаю, это не поможет. Как ощущения? Улучшается память? Нет. Нет? Честно, нет. А как думаете, поможет задать хорошо сессию? Сомневаюсь. А что вы делаете, чтобы хорошо задать сессию? Учу. Так, сейчас. Какие ощущения? Улучшается память? Да, прям вот чувствую. Чувствуете? Ну как тебе? Кайф. Не знаю, что насчет улучшения памяти, но вот расслабиться эта штука помогает здорово. Ты-то я понимаю. Антистресс. Ну а теперь ты мне. Нет, нет, нет. Продолжай, продолжай. Как показал наш эксперимент, студенты предпочитают учить материал перед экзаменом, а не полагаться на какие-то чудодейственные массажи. Всем хорошей сдачи и сессии. Ваш экспериментатор Веста Смирнова. Специально для Альма-Матер. Да, как бы ни было приятно, а массажировать мозг все-таки лучше чтением книг. А в это время наш корреспондент Катя Балукова узнала, кому учеба в радость, кто готов ходить в университет, даже имея на руках заветную корочку. Я о магистрантах. Вот, Миша, что ты знаешь о магистратуре? Перед глазами почему-то возник образ человека в докторской манте и в вельветовом головном уборе. Такое, знаешь, с кисточкой. Да, Миша, представление так себе. Так зачем идут в магистратуру? А Альма-Матер узнала. Магистрант исторического факультета Мария Иванкович уверена, вторая ступень высшего образования откроет ей новые горизонты и поможет стать квалифицированным специалистом. Именно поэтому и пошла в магистратуру. Ну и кроме того, она просто болеет археологией и каждое лето со своим научным руководителем отправляется на раскопки. Я лично и с лопатой работала не раз. И вот обрабатывать материалы очень интересно, конечно. Классифицировать, сравнивать, искать аналоги. Да уж, белоручкам в магистратуре не место. То мамонта выкапывать приходится, то осколки древних цивилизаций, то макотра какая-то. Темный лес для меня и рай для магистранта-археолога. Ну это сосуд, в котором готовилась пища. И он был найден в ходе раскопок старого шклова в 1535 год. Кушать в нем не пробовали варить? Нет, мы нет. Зря. Но люди 16 века пробовали. А вот магистрская работа Артема Исаева относится скорее к области истории, нежели археологии. Советско-финляндская война. Эту тему он выбрал еще до поступления в магистратуру. Кстати, это одно из основных правил поступления. Определиться с темой заранее. Чтобы стать студентом-магистрантом, надо иметь диплом о высшем образовании, а еще две фото, медсправку, копии паспорта. В общем, все, как и при поступлении в ВУЗ. Повторюсь, определиться с темой. Подать документы в установленные сроки. Обычно это июнь-июль. Сдать устный экзамен по выбранной специальности, а потом понравиться комиссии. Пройти собеседование. И вуаля, если вам все удалось, вы студент-магистрант. Поздравляем. У вас сразу родился вопрос, какими качествами нужно обладать, чтобы понравиться? Вот вам ответ. Пытливость, я бы сказал, да. Желание познавать. Стремление к совершенству, самосовершенству. Узнали в этом описание себя? Начинайте писать магистрскую работу. Что здесь вам точно понадобится терпение и усидчивость. Надо сравнивать, анализировать материал. Потому что история, опять-таки, это различные позиции. Это не математика, где дважды два равно четыре. Это анализ. Современный рынок труда требует специалистов стрессоустойчивых, разносторонних и творческих. Поэтому будущее за магистратурой практика ориентируемые, нежели научные, говорят преподаватели. Проще говоря, меньше лабораторий, больше реалий. А диплом магистранта сегодня дает возможность стать преподавателем и продолжить обучение уже в аспирантуре. На этом у нас все. С вами была самая студенческая программа «Альма-Матер». Встретимся через две недели на «Беларусь-2». Успешно вам сдать эту сессию. Мы будем держать за вас кулачки. Ни пуха, ни пера. Пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»